Добрый день. Вот вчера мы показывали как мы готовили дождевики для сушки. Вот они теперь высохли. Прошло 12 часов. Ну да, где-то так. Вот видите какие красивые. Белые, чистые. И вот они так немножечко стучат даже. Шуршат. Мы обычно храним в банках. Вот здесь у нас результаты первого сбора. Ну да, это вчера мы сушили. Вчера сушили, позавчера собирали. Да. Хорошо. А теперь вам посмотрите. Пять сеток получилось. Храним мы обычно их в банках. Да. Было в свое время, делали эксперименты. Хранили во всяких мешках, прокипяченных с солью, в картонных коробках. Заклеивали скотчем эти коробки. Да. Все складывали. Вот. И все равно хранение в таких крайне ненадежно. Почему? Какие проблемы? Ну во-первых, есть такая так называемая пищевая моль. Да. Прогрызает. Прогрызает, залезает и вот вообще поразительно. Вот. Причем эту моль выводили. Ее вроде как бы нету. Но что странно, потом заметили и оказывается в магазинах. Из магазина вот вместе с крупой приходят. Да, с крупой. Там с какими-то клецами. Мало ли. С едой вообще. Вот. И опять появляется. Вот. То есть рогожка, вот вернее это, ну мешочек из ткани для хранения грибов не пригоден. Все. В городской квартире он не годится. В городской, да. Еще одна проблема. Гигроскопичные грибов, они очень сильно впитывают влагу, впитывают запахи. Да. И отдают запахи. И получается, что когда ты хранишь в мешочке, например, в полотняном, то... Да, вон на пол поставь, дай все. Все просто на пол поставь. Получается, что все запахи из кухни, все хранятся в этих грибах. Они все впитывают. Ну, короче, это крайне нет. Потом влажность. Да. Вот грибы то набирают влагу. Вот сейчас за окном дождик. Вот он как начался вчера, и всю ночь шел, и утром вот идет. Очень влажно. Да. У нас грибы прямо из сушилки, сразу в банки мы кладем. И уже тоже замечали. Вот если их оставить на сетках, то они тогда в этих сетках пропитываются влагой, становятся влажными. А если их снова засушивать, пересушивать... Да, они там цвет теряют, и вкус, и запах, и все, аромат. Да, лучше сразу. А вот такие сушеные грибы сразу. Приготовленные банки. Я их обычно мою или над горячим сушилком, над горелкой. Да, банки. Именно банки. Вымытые, пропаренные и высушенные. И вот сюда в такие банки вкладываем грибы. Закрываем обыкновенной полиэтиленовой крышкой. Все, это получается очень надежно. Теперь, где хранить? Ну, хранить практически можно везде. Главное, что здесь обеспечить, чтобы не было света. Да. Вот, дополнительно эти фотоны света, они проходят через стекло и разрушают пищевые продукты. Надо, чтобы было в темноте. Ну, у нас, допустим, на балконе, в шкафах. Шкафы не отапливаем. Ну, понятно, ну, балкон-то, господи. Да, ну, есть всякие. У нас там есть шкаф с подогревом. Ну, в таком шкафу они нормально хранятся. И хранятся долго, и очень надежно. Открываешь на... Даже через год аромат фантастический. Вот, особенно вот у белых, вот у тех же дождевиков. У них такой сильный аромат. И он никуда не уходит, он остается там в банке. Банку открываешь сразу, опа, вот оно. Вот это деликатес. Поэтому многолетний опыт нас привел к тому, что хранить сушеные грибы на стеклянных банках. Вот. В общем, вот такая вот история. Сегодня 7 сентября 2015 года. Угу. Продолжение следует...